Привет, я Женя, а это господин Мин Лянь Тань, и ему очень не понравилась выставка CES 2017. Дело в том, что у президента компании Razer прямо из-под носа сперли игровой ноутбук с тремя дисплеями и проектор. Как вору умудрились все это утащить, загадка. И сейчас ее разгадывает полиция. А вы оставайтесь со мной и узнаете, чем еще удивила CES 2017. Сегодня в выпуске новые очки и виртуальные шлемы, VR-ботинки с тактильной отдачей, рыбалка с подводным дроном и смартфон будущего от Asus. Помимо разных непонятных гаджетов, дронов и бесчисленного множества телеков, CES 2017 все-таки нашла чем порадовать техно-фетишистов. Конечно же, смартфонами, да еще и с функцией, дополненной и виртуальной реальности. Такой как раз представила компания Asus. Называется смартфон будущего Zenfone AR, и пока это первая в мире труба, которая поддерживает одновременно платформы Google Tango и Daydream VR. Google Tango нужна для дополненной реальности, а Daydream VR для виртуальной. Помимо этого, смартфон имеет на борту процессор Qualcomm Snapdragon 821. В последнее время эти процессоры Dracos считаются одними из лучших для подобных устройств. Кроме этого, Zenfone AR обладает системой из трех камер и модулями отслеживания движений. Продажу гаджет поступит весной 2017 года. Цена пока неизвестна. Нашли применение процессором от Snapdragon и производители очков дополненной реальности. Так, на выставке показали сразу две новые модели, которые вполне могут дать форум Microsoft Goalens. Qualcomm Technologies и компания ODG представили очки R8 и R9. Их главная особенность в том, что это одни из первых продуктов на новейшей аппаратной платформе Snapdragon 835. Новые очки ODG как нельзя лучше демонстрируют возможности Snapdragon, а именно быстро переключаются между VR и AR режимами, без труда загружают новые голограммы и игры, да и к тому же выглядят более привычно, чем нашумевшие HoloLens. Кстати, цена у моделей R8 и R9 намного дешевле. Это 1000 и 1800 долларов. Бюджетный шлем виртуальной реальности показала и Lenovo. Компания наконец-то создала собственный виртуальный гаджет с довольно привлекательной ценой. А еще с поддержкой Windows Голографик. То есть виртуальный шлем еще и обладает функцией дополненной реальности. Над подобным устройством трудились Acer, Asus, Dell и Hewlett Packard. А Lenovo взяла и всех опередила. И детича свое быстренько показала на выставке. Что ж, шлем впечатляет. Разрешение высокое, вес маленький, всего 350 граммов, а цена низкая, около 300 долларов. Поставки Lenovo VR начнутся уже в этом году. Не растерялась на выставке CES и компания Huawei. Сначала показала новые смартфоны, а потом бац и вытащила из топполы виртуальные очки. Так что если вы поклонник данной фирмы, можете себя порадовать. У Huawei наконец-то появились очки Huawei VR. Выглядят они, конечно, скромновато, зато их можно использовать со смартфонами, которые поддерживают платформу Daydream. Появление данных виртуальных очков на выставке определило дальнейшую судьбу Huawei. Компания стала первым партнером Google, который создает устройства под их софт. В общем, благодаря гаджету компании подружились и нацелились на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Что-то мне подсказывает, что вы уже подустали от очков, шлемов и смартфонов. Так что вот вам дрон. Да не простой, а для рыбалки. Неведомую штуковину, как вы уже догадались, тоже показали на CES. Это подводный дрон-камера, которая привлекает и снимает на видео рыбу. А в виртуальные очки рыбака транслирует картинку морского дна. Помимо виртуальных ощущений от рыболовства, дрон еще и выполняет функцию приманки. Рыба плывет за дроном до лодки, где как раз сидит рыбак в виртуальных очках. Все, что остается сделать, прямо не снимая очков, поймать рыбу своей мечты. Вот он, вот она рыба моей мечты. Предзаказ на рыболовный дрон будет открыт 27 февраля. Скорее всего в России такой дрон не приживется, особенно зимой. Хотя, может, я ошибаюсь. Нам, чтобы найти рыбу или дичь, лучше бы пригодился тепловизор. Хорошо, что мы теперь знаем, какой именно. На выставке компания FLIR заняла жирный такой стенд и почти все дни мероприятия показывала посетителям свои тепловизоры. А именно, новую версию FLIR ONE тепловой камерой аксессуара для iPhone и Android. Она стала лучше и дешевле на 50 долларов и теперь стоит 200. Устройство можно применять для улучшения теплоизоляции собственного дома, при ремонте, охоте, а судя по официальной рекламе, еще и для поиска сбежавших кошек. Также компания показала и тепловизор для профессионалов FLIR DUO за 1000 долларов. Он более высокоточный и его можно прикреплять на дрон, ну, чтобы, наверное, еще и у соседей померить температуру. А этот гаджет из серии «Надо было что-то показать на выставке» показали. Японцы сделали виртуальные тапки. Сейчас постараюсь объяснить, зачем они нужны. У стенда компании Cerevo посетители топтались в прямом смысле. Компания сделала комплект из контроллеров для рук и для ног. Виртуальные тапки обладают отдачей, вибрируют, когда вы перемещаетесь или пинаете кого-то. На этом функции заканчиваются. Вид у них, конечно, оставляет желать лучшего, особенно с носками. Стоит все это великолепие 1500 долларов, но пока не продается. Ну, а что же HTC Vive? Где же вторая версия шлема? Увы, пока ее нет. Зато есть новые аксессуары. Те, кто был на выставке, их даже потрогал. Компания пока не решила спешить с таким важным событием, как представление нового шлема. И порадовала фанатов трекером Vive Tracker и наушниками на ленте Vive Deluxe Audio Strap. Vive Tracker — это аксессуар для профессионалов, а именно для создания игр. Он облегчает процесс отслеживания пользователя и очень полезен на этапе разработки приложений. А вот наушники must-have для всех Vive-обладателей. Наконец-то они появились и теперь плотно сидят на ленте, на голове и не выпадают из ушей. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и смотрите новые выпуски. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше выпусков от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok